Мы сегодня говорим о корнях, о иррациональных правочислах. Давайте я сразу выпишу много задач. Число 45 плюс корень из 1975 возводим в 32 и берем целую часть. Оказывается, это будет нечетное число. Следующая задача. Берем 6 плюс корень из 35 возводим в степень 1979. Вот какие-то цифры, потом запятаем, посмотрим какие-то цифры за запятой, то после запятой, по крайней мере, 1680 будет девяток. Ну, на самом деле, даже больше будет. 6 плюс корень из 37 возводим в 99 степень. Опять какие-то цифры, цифры, цифры. Оказывается, что после этого будет у нас нулей, по крайней мере, тысяча штук. Опять, на самом деле, скорее всего, даже больше. В 929 оказывается, на самом деле, даже больше, но тысяча точно будет. Это нужно доказать. Следующая задача. Корень из 2 складываем с корнем из 3, возводим в 2000 степень. Оказывается, что перед запятой стоит единица, а после запятой стоит довольно много, вот здесь задача написана, не менее, чем 666 девяток. Вот. На самом деле, таких задач можно еще много привести. Давайте, задача еще, мне нравится такая. Берем целую часть числа 1 плюс корень из 3 в степени 2n плюс 1. Вот оказывается, что такая штука делится на 2 в степени n плюс 1, но не делится на 2 в степени n плюс 2. Так. И, по-моему, тут еще была одна задача. 3 плюс корень из 11 в степени 2n минус 1. Опять берем целую часть, и то же самое делится на 2 в степени n и не делится на 2 в степени n плюс 1. Ну вот, я думаю, что мы сегодня больше не успеем, но если мы реально успеем, мы не большими надцами. Давайте я объясню общую идею всех этих задач. Ну, разумеется, можно взять могучий компьютер, просто посчитать эти числа. Ну, кроме двух последних задач. Двух последних задач, там, док любое n, поэтому там даже на компьютере не сделаешь. А других, конечно, можно на компьютере. Так вот, смотрите, при первом взгляде, ясно, что ничего не ясно. Потому что, ну, как мы берем, складываем число 45 с числом корень из 375, и посмотрим в огроменную степень. Вот эта вот идея, что мы нагрубляторы посчитаем, она здесь совершенно не здоровая. Ну, то есть на компьютере, ну, можно, конечно, посчитать. Любой современный компьютер посчитать легко, при соответствующих программах. Вот там есть такой сайт, вальфрамальф.ком, там вам все посчитают с хорошей точностью, вы все увидите. Но задача не о том. Это задача на одну из важнейших идей математики. Идея сопряженного числа. Рассказываю. Вот, когда вы извлекаете корень из числа 1975, то вы ищете такое число, что при умножении на себя оно даст 1075. Так вот, на самом деле, корни 2. Есть положительное число, которое, собственно, и принято называть корнем из 375. Но можно поставить минус. И это число в квадрате тоже даст число 1975. Сопряженное – это когда вы перед знаком квадратного корня поставите минус. То есть, когда вы смотрите на эту задачу, надо рассматривать два числа. Сопряженное число 45 плюс корень из 1975 и 45 минус корень из 1975. Ну, разумеется, нас эти числа интересуют в 30 степени. А теперь, смотрите, я сделаю две операции. Я их сложу и я их перемножу. Начну с умножения. Потому что эта операция совсем простая, но в данном случае очень важная. И, кстати, даже из 30 степени. Давайте я здесь еще беру из 30 степени и просто перемножу. Когда сумму умножаешь на разность, это называется разность квадратов. Это 45 в квадрате минус 1975. 45 в квадрате – это 2025. И, соответственно, у нас получается просто число 20. Значит, вот это вот число 45 минус корень из 1975. Это 50 разделить на 45 плюс корень. Казалось бы, какая мне разница. А вот какая. Корень из 1975 больше 5. Ну, на самом деле, он даже больше 40, потому что 40 квадрате – 1600. Но он точно больше 5. И поэтому вот это вот, ребята, меньше единицы. Понятно? Потому что корень достаточно большой. Значит, это число, оно, соответственно, положительное, потому что 45 в квадрате – 2025 – это больше, да? Оно положительное, но меньше единицы. Замечательно. А теперь я сказал, что полезно рассмотреть сумму 45 плюс корень. Ну, включаем. Давайте посмотрим. В 30-й степени 45 минус корень. В 30-й степени. Для того, чтобы понять, что это такое, имеет смысл вообще поговорить о том, что происходит, когда у вас больше степени. Вот, давайте вспомним. Скажем, что такое А плюс Б в квадрате и что такое А минус Б в квадрате. Все понимаете? А квадрат плюс 2А плюс Б в квадрат, так? А квадрат минус 2А плюс Б, так? Когда сложите, что произойдет? Вот эти вот, естественно, да? А здесь будет 2А квадрат и 2Б в квадрате. Так, давайте теперь посмотрим, что-то следующий шаг. А плюс Б в кубе. Это вот, что такое. Это А в кубе плюс 3А квадрат Б плюс 3АБ в квадрат плюс Б в кубе. Надеюсь, все знают, как сумму возводить. А минус Б в кубе. Это надо, где ВВ, поставить знак минус. То есть будет так, здесь будет минус, а потом будет плюс, потому что минус в квадрате это на самом деле плюс. А потом будет опять минус. Когда вы сложите, опять будет здесь 2А в кубе. И здесь будет 2 умножить на 3АБ в квадрате. Так вот, господи, так будет всегда. Вот когда вы берете какой-нибудь там А плюс Б в тридцатой степени, а нам нужно именно это, А плюс Б в тридцатой нам нужно. То это будет А в тридцатой. Следующий член будет какой? Плюс 30. Абсолютно верно. 30. 30А в двадцать девятой Б. Почему? Потому что у нас есть 30 скобок, в каждой написано А плюс Б. А плюс Б на А плюс Б на А плюс Б на А плюс Б. Вы должны из всех скобок взять эту букву А, кроме одной, это будет взять Б. Вот эту одну можно выбрать все способом. Так? Дальше пойдет что? Плюс 30АБ в квадрате. 30А умножить на двадцать девять пополам. Потому что смотрите, вы должны букву Б взять из двух скобок. Как эти две скобки выбирать? Вы откуда-то должны взять? Это в тридцать вариантов. И еще одну из оставшихся двадцати девяти. Двадцать девять вариантов. Но брать сначала одну, потом другую, или наоборот, это одно и то же. Поэтому зачем пола будет? Так? Вот это называется бином Ньютона. Следующий член какой-то будет? 30 на двадцать девять на двадцать восемь и разделить на шик. Понятно? Идея? А в двадцать седьмой, Б в квадрате. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Так, идея? Понятно? Идея? Вот это так называемые чиселосочетания. Вот это называется чиселосочетание с тридцати по одному, это чиселосочетание с тридцати по двадцать, это чиселосочетание с тридцати по двадцать и так далее. Так вот, ребята, когда вы напишете А минус Б, вот здесь вы напишете минус, то вообще-то здесь вот будет у нас минус, здесь будет по-прежнему плюс, здесь будет минус и так далее. И когда вы эти два выражения сложите, то получится замечательная вещь. Получится, что всё, где было b, где было b в кубе, где было b в пятой, с плюсом и с минусом уничтожится. А там, где было b в нулевой степени, или в квадрате, или в четвёртой, там сложится число, будет чётное число. Понятно? Значит, я могу идти сюда и могу сказать, что это чётное целое число. Понятно? Если честно, не важно, какое. Потому что я запоминаю, задачу просили доказать, что там целая часть будет нечётная. Так вот, я сейчас понял, что результат будет при сложении вот этих двух целый и чётный. Посмотрите, для 30 у меня нет сил выписывать формулу, она слишком длинная. Но она, по сути, такая, понятно, да? То есть то же самое, только длиннее. Вот если кто в квадрате заделит, в благодаря ей три члена, пристроит четыре, в тридцатой степени будет тридцать один. Но смысл такой же, и поэтому вот с плюсом и с минусом уничтожатся, а там, где с плюсом, там этот и такой же, дадут двое. Значит, чётное целое число. А теперь смотрите на левую доску и соображаете замечательную штуку. Вот это число, это маленькое. Почему оно маленькое? Это здесь написано. 45 минус корень меньше единицы и больше нуля. Что бывает, когда число, которое меньше единицы, возводишь в степень? Оно от этого уменьшается. Да? Значит, оно от нуля до единицы. Ну, например, оно будет маленькое. И вот. И значит, что получается? Получается чётное число. То есть, у нас есть вот это число. Оно какое-то большое. К нему мы прибавляем очень маленькое. И получается какое-то чётное число. Вот это вот чётное число. Замечательно. Значит, чему равна целая часть вот этого числа? Числа 45 плюс корень 375 в 30. Понятно чему? Предыдущему нечётному. Вот если здесь стоит какое-то 2k, то предыдущее целое число – это 2k минус 1. Целая часть получается, когда от числа движемся налево до ближайшего целого числа. Понятно? Целая часть целого числа – это само оно. А в остальных случаях, если число не целое, надо просто сдвигаться до ближайшего целого числа налево. Здесь ближайшее целое число будет, конечно, нечётное. Всё? Господа, мы решили первое число. 6 плюс корень из 35. Что мы сейчас, очевидным образом, должны сделать? Мы должны дописать 6 минус корень из 35 в степень 279, как я напишу. Это автоматически, что надо делать? Как только видите, значит, разобряющее число. 6 минус умножить на 6 плюс – это 36 минус 35 – это единица. Значит, 6 минус корень из 35 – это единица, делённая на 6 плюс корень из 35. Ну, что это за число? Ну, что это за число? Корень из 35. Вы видите, что оно почти не отличается от 6. Согласны? Значит, во всяком случае, знаменатель, вот это число, очевидно, меньше одной десятой, да? Потому что корень из 35 больше 4. Значит, у нас знаменатель больше чем 5,9. Значит, вот это вот число меньше, чем единица, делить на 11,9. Ну, я мог её менее точно оценивать, мог и более точно, если бы просто посмотрел на калькуляторе, сколько там цифр. В общем, в любом случае, это число маленькое. Очень хорошо. Теперь смотрим. 6 плюс корень в степень 1979. Складываем с числом 6 минус корень в степень 1979. Идея понятна? И опять по биному ньютона раскладываем. Смотрите, что там будет. Там будет у нас какое-то число, ну, то есть 6 в степень, корень из 35 в квадрате 35, плюс и так далее, и так далее, и так далее. Это я расписал первую скобку биному ньютона. А вторая скобка расписывается так же, только перед корнем минус. То есть здесь у нас будет так, а здесь будет минус 1979 умножить на 6 в 1978 на корень, там плюс и так далее, потом минус и так далее, и так далее. В результате всё, где есть корень в нечётной степени, исчезнет. И останется какое-то там чётное целое число. В этом случае мне даже не интересно, что чётное важно, что вот это число целое. Это понятно? А теперь смотрите, какая история. Вот это вот, это положительное маленькое число. Согласны? Маленькое в том смысле, что оно меньше, чем единица делить на 11. целых девять десятых. И при возведении в степень оно станет совсем маленьким. То есть вот это вот слагаемое меньше, вот давайте я пишу, 6 минус корень в степени 379. Меньше, чем единица делённая на 11 целых девять десятых в 1979 степени. А теперь вспоминаем, что нам нужно было. Ребята, нам нужно было понять, какие цифры идут в первые 1386 после запятой вот в этом числе. Так? Давайте подумаем, собственно, как это делать. Вот смотрите, у нас здесь целое число. Вот здесь вот маленькое положительное число. Вот если я докажу, что это число меньше, чем единица делить на 10 в 1950-х, то автоматически получится, что вот это число, оно имеет такой вид ноль, потом минимум 3680 нулей, а потом там любые какие-то цифры, да? И вот как раз, когда вы будете складывать, то для того, чтобы получилось целое число, у этого должны быть на этих местах девятки. Правильно? Потому что недальше никак не получается, когда складываешь, там перенос по максимуму единицы бывает. Вот, значит, там должны быть все девятки. Значит, задача превратилась в неравенство. Надо доказать, что вот эта вот знаменация больше, чем 10 в 1980-й степени. Давайте я это запишу в качестве отдельной задачи. Она уже не про сопряженные числа, а просто такая задача. Итак, 11,9 в степени 1979. Надо понять, по какой такой интересной причине больше, чем 10 в степени 1980. Такого типа задачи встречаются в тематике довольно часто. и в большинстве случаев решение при помощи так называемого неравенства первого негиста. Давайте я напишу. Это, на самом деле, само по себе интересно. Формулируется оно так. Единица плюс а в степени n больше или равно чем единица плюс n a. При а больше или равно не единице. Ну и уж при любом положительном числе а тем более. Давайте я сначала объясню, как это неравенство доказывать, когда а положительное число. Тогда это вообще чем? Вот смотрите, что такое 1 плюс а в степени n? Это же 1 плюс а умножить на 1 плюс а умножить на 1 плюс а и так далее на 1 плюс а. Это так? Согласны? Но если вы из всех скобок берете по единице, то получаете единицу. Если вы из всех скобок берете по единице, то вы берете а, то получаете а. И так он сделает n раз. Ну то есть, если просто расслеть все скобки, то у нас выражение приобретает вид 1 плюс n a плюс там еще что-нибудь. Но если а положительное число, то это что-нибудь даст положительное. А из 2 будет 1 больше или равно. Почему этого достаточно для решения нашей задачи? А очень просто. Давайте поделим обе части на 10 в степени n 179. Тогда вот это неравенство приобретет, как вы видите, 1,19 в степени n 179. Надо доказать, что это больше чем 10. Понятно? Вот. Но смотрите. Понимаете? 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 вот это вот, это чуть-чуть меньше чем 2 тысячи, а это чуть-чуть меньше чем 2 десятых. 2 тысячи умножить на 2 десятых. Это сколько? Это 400, по-моему, да? Ну, 400 намного больше ста, поэтому... Ну или, давайте, если угодно, вот это больше одной десятой, это больше тысячи. Поэтому это больше чем одна десятая умножить на тысячу стать больше ста. Вот. А мне больше десяти. Ну уж точно больше десяти. Вот. Итак, для положения этих чисел неравенство вернули абсолютно очевидно. Как его доказывать вот в таком случае? Да по индукции. Смотрите. База индукции, когда n равно 1, понятно, что верна. Тогда будет 1 плюс а в первой степени больше или равно чем 1 плюс 1а. То есть 1 плюс а больше чем 1 плюс а. То есть все очевидно. А теперь индукционный переход. Смотрите. Пусть вот такой неравенство вернули. Тогда берем и пишем 1 плюс а в степени n плюс 1. Вам понятно, что это будет 1 плюс а в степени n умножить на 1 плюс а? Правильно? По предположению индукции 1 плюс а в степени n больше или равно чем 1 плюс nа. Замечательно. И еще надо будет умножить на 1 плюс а. Вот, заметьте, в этом месте мы пользуемся тем, что а больше равно. Что это все не отрицательное. Иначе нельзя было так стереотипно работать. А это что такое? Это просто-напросто 1 плюс nа плюс а плюс nа в квадрате. То есть это 1 плюс n плюс 1а плюс что-то не отрицательное. Ну и значит больше или равно чем 1 плюс а. Договорились? Все. Неравенство вернули доказанное. Значит то, что нам нужно доказано. Задача решена. Смотрим дальше. Следующая задача на ту же самую тему. Просто вот абсолютно на ту же самую тему. И на этом месте мы сейчас будем писать ровно то же самое, что было написано. Только вот для других чисел. Честное слово. Смотрите сюда и думаетесь. Что же там надо? Это все полиции? Или есть вопросы? Ну откуда вы десятку взяли? В смысле? Чтобы было 1980 цифр после запятой, один разряд это умножение на 10. Условие вы помните? Там просили доказать, что после запятой будет минимум 3680 цифр. Правильно? Итак, условие все помните. 6 плюс корень из 37 возводим в 999 степень. Да? Да или нет? Окей, поехали. Так у меня все написано фактически. Ребят, я просто иду по этому образцу. Я пишу 6 минус корень из 37 умножить на 6 плюс корень из 37. Это будет 6 в квадрате минус корень из 37 в квадрате. То есть 36 минус 37 это будет минус 1. Значит, что такое число 6 минус корень из 37? Это минус 1 деленное на 6 плюс корень из 37. Значит, смотрите, что это за число? Оно отрицательное. И при этом по модулю оно меньше, чем одна двенадцатая. Это понятно? Корень из 37 больше 6. Значит, там знаменатель стоит больше, чем 12. Все, по модулю оно меньше, чем одна двенадцатая. Замечательно. Что мы теперь делаем? Стандартную вещь. Там писали степень 379, а здесь пишем просто 999. Потому что задача имена 999 степень. Замечательно. Здесь 6 минус корень из 37 в 999. И вот, господа, очень важно. Раскладывая по беному бетона, мы обнаруживаем, что все места, где корень входит в нечетные степени, уничтожатся. Согласны? Да или нет? То есть, когда раскроешь все скобки, там в некоторых местах будет корень в четной степени, а в некоторых – нечетной. Вот там, где в нечетной, он исчезнет. Значит, вот эта вся штука – это будет целое число. Теперь смотрим, что же это такое. Вот это вот число – отрицательное и очень маленькое по абсолютной величине. Что это означает для картинки? Что вот есть у нас вот это вот число большого. Мы от него чуть-чуть вычитаем, отрезаем чуть-чуть, и здесь получается целое число. Поняли? Или нет? Так, значит, целая часть вот этого числа – это в точности вот такая сумма. Понятно? Замечательно. А значит, что такое стоит просто за пятой? Вот в условии задачи давайте посмотрим. В условии задачи, в условии задачи, в условии задачи, нас просят объяснить, почему после запятой стоит нормальный велик. Да вот почему. Потому что вот все, что стоит здесь после запятой, это в точности вот это число. Потому что, чтобы из числа сделать целое, надо отбросить то, что после запятой. То, что после запятой – это и есть 6 минус корень из 37 в 999 степени. Так или не так? Так. Отлично. Ну, значит, что осталось для того, чтобы доказать, что здесь тысячи нулей. Осталось доказать, что вот это вот число, когда его введешь в 999 степень, будет меньше, чем единица делить на 10 в тысячу. Ну, поскольку она меньше, чем 1 двенадцатая, достаточно доказать, что единица делить на 12 в 999 меньше, чем единица делить на 10 в тысячу. А это мы сегодня уже делали. Похожую вещь. Надо фактически доказать, что 10 в тысячу меньше, чем 12 в 999. Делим на 10 в 999. Получается, что нужно доказать, что меньше 10, чем 1,2 в 999. Но, как вы не ранее вернули и оценивали? 1,2 в 999 больше, чем единица плюс 2 в 10 умножить на 999. Слушайте, ребята, это очевидно больше, чем 10. Ну, потому что, ну, слушайте, 2 десятых от 1000 – это 500. Понимаете, да? Ну, здесь чуть-чуть меньше будет. Ну, в общем, это точно больше 10. Ну, сейчас все. Решили, ребята? Решили. Отлично. Решили. Да.